здравствуйте зрители моего канала и сегодня вот такое короткое видео хотел рассказать об одной ошибки которую я допустил при постройке металлоконструкции такая ошибка она очень часто может возникать и других людей когда я начал вот это все строить я это еще не знал и поэтому хочу поделиться с вами чтобы вы учли мой такой вот опыт негативный и не повторили вот эту ошибку потому что потом я понял что ее не только я но и многие другие люди делают и очень часто делают итак строите вы там любую металлоконструкцию ну вот у меня тут летний душ и водонапорная башня и и какая же была моя ошибка главная главная моя была ошибка в том что я приступил к сварочным работам и я не покрасил заранее не покрасил вот эти или разные элементы и у меня ушло очень и очень много времени я просто убил кучу времени чтобы потом ржавая зачищать вот это зачищать ржавая внутренние полости вот эти вот эти внутренние полости так получалось что вот на один такой ярус вот здесь два там два их четыре потом здесь одна там одна вот это вот уже горизонтальная снизу полость и у меня ушло вот на каждый ярус хорошей зачистки такой просто делаю для себя там я не как там который монтажники там пожар по ржавчине накрасили там все сдали все я пришлось зачищать все до чистоты и потом покрывать преобразователем ржавчины два раза и после преобразователя уже красить и вот уходила вот на каждый такой ярус уходил день работы чтобы все это зачистить чистил я разными щетками на болгарке в труднодоступных углах использовал уже там я дрель и вот поэтому я вам говорю что просто это очень очень трудно потом зачистить когда у вас поржавела уже на сваренной металлоконструкции а если металлоконструкция большая вы ее там строите может быть и не один год или опять же там долгий сезон строить и там в течение многих месяцев и пока что-то делаете другое она поржавела и потом уже очень много с этим мороки поэтому теперь подытожу чтобы было все хорошо берете вот например заранее загрунтовали вот как я теперь это делаю здесь вот остается небольшое для приварки приварили потом опять покрыли преобразователем докрасили этот стык все это уже покрашена ну загрунтована уже там ничего с ней не будет также и вот все там швеллеры заранее возьмите я не говорю что это вот уже мастика это уже финишная тут битумная мастика но грунтовка зеленый сначала все загрунтуйте здесь оставьте для приваривания ну сантиметр там хватит 3 все проварили тут дальше опять все это взяли покрыли преобразователем докрасили покрыли мастикой по финишу все и у вас экономится уйма времени я просто вот первый раз я делал такое сооружение не знал этой особенности поэтому я вот так очень встрял на очень долгое время что опять же я потом это все зачищал вот это все ну почти по всей этой зачищал эту поверхность и это ушло такое время что могу что можно было еще таких 3 сварить вот сколько я с этим провозился ну конечно не три но все равно то есть можно было столько еще там варить и варить там все это время а у меня вот так поэтому мой опыт учтите не повторяйте и просто перед тем как что-то построить возьмите все загрунтуйте все эти части какие вы будете приваривать оставьте вот это вот там в палец два пальца толщины промежутки не грунтованные тут заварить и дальше загрунтуете все и так у вас просто сэкономится куча времени надеюсь что этот мой совет кому-то пригодился а на этом я прощаюсь я вам буду снимать еще множество других интересных сюжетов до свидания